Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение в ФФАшечке на восьмерых за Норвегию на Пангея. Какие цивилизации у моих соперников будем выяснять в процессе партии. Если же вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а мои любимые жеужики Патриции, спонсоры канала, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо вам за поддержку. Становитесь спонсорами канала, будете получать эксклюзивный контент, а весь остальной контент раньше других. Такие слухи приходят. Мотопехота Нидерландов заслужила повышение воинственных клич. Прикиньте там, из мотопехоты они вновь такие сидят. Е-е-е! Ура, вперед! Они арбалетчика моего убили, сосаки с твоей. Осуждаю их. В смысле? Ну, сосака, видимо, значит. Осуждаю еще раз, она не арбалетчика не тронула. Блин, не долетает здесь. Ну, я уделал уже термоядерку, может, эту ядерку оставим вот здесь кинуть. Ну, тут пока тоже еще не долетит, я уверен. Да. А, я дружбу кидаю через пять ходов, предлагаю культурно заключить. Договорились. А как раз кончится он с ним, а я на него нападу. Я источник лжи. Обидненько. Так, ну я 1200 должен отдать Китаю, так что пока что-то надо как-то построить что-то, чем захватывать шесть ходов в современный танк. Ну, ладно. Надо. Так, синтетическая технократия. Не, а я пока... Давайте пока коммунизм оставим. М-м-м, 916. Там, правда, 1040 у Канады, но я думаю, что у нее все это спадет, когда... Так, во-первых, за сюзеренем на ланду. Чтобы это не давало науку. Так, пока все. И сейчас термоядерка полетит. Вот сюда. Надеюсь, не собьют. А может, Лайтови сыграть? То есть, вот я вот сюда кину, это точно прям не собьется. То есть, тут никого нету. Просто тут я не вижу. Тут я не вижу. Тут я кину от Тавы и Таронда. То есть, Таронда я захватываю, просто уничтожаю. Сразу. Сразу. Да, у него тут. А, не добегает. Хоккеистов снесло этим ядерным пеплом. Так. Хоккеистов снесло. Так. Вот ничему вас жизнь не учит. В смысле? Ну, я вижу, что они на меня нападать собираются. Только они забыли, что у меня еще куча ядерок. А не это кто? Я. Китай с голландцем. Я буду вместе голландец, кстати, вообще-то Скифа забирал, а не Конго. Мне вообще-то кажется, что голландец все-таки на Скифа будет нападать, а не на Тима. Ну, он уже войско ко мне подвел, и они военный союз заключили. Ну, что-нибудь тут все понятно. Не знаю, я, конечно, не вижу твою территорию, но я вижу, что голландец ведет войско к Скифу. Ну, он уже сейчас вот от моей границы уехал. Скифа не он. Скифа не он. Скифа не он. Мне написало, что Кри торгуются с Кифией. У нас как бы по правилам с компом только либо война, либо мир, никакой торговли. Ну я с ним союзник, все, вот я не союзник, я с ним больше не торгую, получается. Все. Да, блин, убилась. Я думал, сейчас захвачу город. Да, блин. Леша, сделка. Надо оттать 1200. Ой, я у него прошу. Китай. Возвратка. Ты рано не торгуешь? Нет. Кибернетику открыл маховихарой. О, так я тут сейчас ускорялки могу уже. Слушайте, может мне на этого ученого почитать? Возвратка. Возвратка. Что-то ход вдусток кончился. Слушайте, а у... Вообще... У Канады есть уран вообще? А, вот он где. Так. Чисто, чтобы уран тут разрушить, чтобы он не получал. Восемь. То есть на что-то он там его тратит. Что-то я все открыл. Со мной вместе Кри. Хм, это интересно. Так, ну мне тогда надо рабочих на ускорялке ставить просто и все. Я думаю, мне даже не нужен вот этот на 1500. Хотя его Кри получит, наверное. Ноль. А, мы же не можем великих ученых получать. Фу, то я думаю, что это? Шесть ходов еще. Да, так я атаку лечу без этого. Нет. Только не в меня. Нет, ты гад канадский. Нет. Блин, а куда ты кинул? В дамбу мою. Фосаку? Нет. Ну тут, конечно, мощно, но... Ладно. Да, какая-то кривоватая, конечно, нядерка вышла. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, надо там его подлодку искать. Я вот кину, чисто, еще на Монреале-Брандфурде, мне кажется, все. Вот сюда, на его замечательную ромашку. Но тут уже канадец не игрок. Кимхо, тут Кри побеждает. Ну, в смысле, не побеждает, а вот. А может, меня не кидать в Канаду больше? Ну, я вообще не верю, что он может победить, потому что... Канада, предлагаю мир. Почему? Мир предлагаю. Ну, теперь уже нет, видимо. Я вот тоже сейчас в тебя мог кинуть. Предложил мир. А ты решил вот так, да? Леша, предложение. В Голландии, глянь, предложение тоже было. Пока что песочная бура, песчаная. Да, ну вот это... Вот это больно, конечно. Конечно. Может, таймер подбольше сделан на 30 секунд? Короче, Кри улетит. Возражение я не слышал. Леша, глянь, предложение. Не, а вообще слышно? Да, да. Голландец, предложение. Как это работает? Как это работает, блин? Там 4 ПВО-шки стояло! Они у тебя стоят очень криво. Я тебе так совет на будущее. Тебя даже ни одна не выстрелила. Я предупреждал о нападении. Так он вроде на тебя не нападал? Ну, он армию ко мне стягивал. Он же потом убрал ее. Один, он разогнать вернул. Тут видит человек юниты туда-сюда. Успокаивает его. Успокаивает, ну, обманул опять. Вот все такие обманщики. Бедный Конго между пятерых, а все обманщики. Ну, Конго как раз таки не бедный, поэтому... Ну, Конго. Субтитры сделал DimaTorzok 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 у меня шахт куча просто это глупо ну как бы просто какую ты пользу от этой войны получаешь тогда монгол я так я не монгол блин китай китай я дурак держал все вертолеты в одном месте вот это я понял мы пистогрузки а блин разрушена правительственная площадь я не могу эту фигню использовать я забыл ну бамба бамба синтетическую технократию надо ставить хотя нет на фига мне ядерное устройство не успел и 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 но так я прошу убирать таймер шучу нечестно канадис постоянно через ход сидит без таймера ведь ну видишь это откуда раньше закончился потрошён через ход у него один ход есть тамер другой ход нет я понимаю но можно вот нам тоже походить полностью что ты ходишь там сколько хочешь а мы сидим три минуты прошло и мы такие предыдущий классно тебе тут хоть тоже самый адвесу анфигами две случайные технологии вообще уже сейчас блин два хода а где мне одну очку получить кого-то так вот и все candy сделаю сюзереном не дали блин где мне одну очку получить о надо этого кого-то купить инженера писателя лично выходим золотой век а а а а а а и и Продолжение следует... Так, бонусы, либерализм, рацион... А, так, вот это уже, кстати, нафиг надо, честно говоря. Для гавани... Молодец, думаешь, шести ЗРК хватит? Дальше, дальше, дальше. Без понятия вообще сейчас что происходит. Скорее всего, нет. Потому что я впервые вообще играю в мультиплеер. Я тоже, не переживай. Они типа маленькой ромашкой защищают, или как, с шансом каким-то? Почему? У них угол обстрела плюс одна клетка. Так... Представь, вот откуда он может послать ракету и пройти вектор до твоего города, либо до твоей столицы, там, куда он стрелять может. Если на пути вот этому вектору есть клетки пересечения ЗРК, соседние, в радиусе одной клетки, то, значит, ЗРК постреляет по нему. Если нет пересечения, они постреляют. Не согласен. Причем здесь пересечения. В смысле? Я могу запустить у меня по пути, поставь, там, миллион ЗРК, все равно они не будут стрелять до конечной точки. Блин, не долетают с самолета. Область обстрела. С ней пересечение должно быть. И с самой ЗРК. Ну, либо я неправильно разная работа их, тоже. Вообще, MyLife сказал, что вот, сила должна быть больше, чем у бомбардировщика, чтобы сбить бомбардировщик. Так я запускаю с шахты, причем здесь бомбардировщик. А, не все шахты вообще, да. Ой, не понимаю я эту игру. Ну, там, как бы ты ни расставил, все равно шанс на сбитие есть. Там нету стопроцентного шанса. Ну, вот он сейчас спустит эту сраную ракету, и, скорее всего, она попадет. Потому что я не понимаю, как эта игра работает. Не буду убить хотя бы раз. Не, ну, столицу там вряд ли я пробью. Столицу из стока термоядеркой можно. Она сбивается только роботом, да, Итье? Нет, почему? Да, роботом. Только роботом, вроде бы, проверяли это недавно. Ну ладно, спасибо за информацию. Так, а че, мы вообще без таймера? Да. Да? Ну совесть-то имейте, господа. Ну, я лёшу жду. Я вообще бессовестный. Да господи, сколько у меня этого говна здесь? 37% шанс. Тут нет смысла, честно говоря, уже читать какие-то проекты. Надо просто делать. Я вообще не понимаю. А он с ядерки начал? Нет, у него не было ядерки. У меня были ядерки уже почти построены. Тогда не знаю. Нет. Нет. Даже не у меня полетела, что ли, ядерка? От кого? От тебя я ожидал, в принципе. Че, ничего не кидал. Печально, печально. Но я думаю, сейчас можно уже таймер вернуть у всех, чтоб одинаково было. Печально. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В смысле, капец, ты уже все открыл? Ты сидишь, единственный, у кого города, они в ядерном пепле... В смысле, он мне кинул ровно в мою ромашку, вместе с моими производственными площадями и дамбой, и короче тут все в жопе... Ну не для столицы... Ну как, так у меня столица не самая крутая была, у меня самый крутой Осло был... Ну у Осло хорошая ядерка была, я не спорю... У меня сейчас один космопорт действующий, в принципе... Ну не знаю, давайте запретим лес вырубать... Не знаю, предлагайте тут все как бы такое... По дипломатии там кто-нибудь побеждает? А пофигу, да, 12-12, у нас с голландцем... Ну все, голландец... Хотя ладно, я с тобой садился... Че там по редким ресам? У меня, кати, в этой игре вообще монополии... Ни корпорации, ни монополии... У меня максимум по два было этих... Я даже не смог корпорации поставить... Можно крысы не забанить, раз он так скроет... Давайте пряности забаним... Пряности? Ага... Ну раз у него города целые все, то хоть так немножко... Я думаю, канадец будет... В смысле, подожди, пряности... Пряности у него 4 штуки... А, ну давай... Для спорта не нужна война, давайте помиримся... А, помиримся... А, ну... Так, давайте Поищем, где у Кри Так нельзя, да? Так, запрещено лес вырубать Не влияет на то, суки, ты Это, наверное, Кри туда влился Компы, компы А, это Ко, это Скиф туда Ох уж эти компы В плане Ну это Стамирис влилась в китов Долетит? Нет О, я единственный в золотом веке? Прикольно Все, без столицы можно выходить Да Да, блин, дайте золотой век взять В смысле точно хочу Кажется, наверное, пусть ядерка Там, там, стиль У меня, например, не знаю Ну, зачем мне мстить? А, у меня героически даже О! Что-то помешает дальше играть мне Нет, я кидаю ядерки Только в тех, кто на меня напал Ну, вот это мне точно не надо Плюс 100% очков опыта Алюминиевую А, хотя Все Ладно, давайте это возьмем Ладно Так, ну что, ускорялки поехали Да ладно, сломали Ааа, это прикол Не, ну это прикол Сидит шпион там Леша ученого купил На полторы тысячи Это не я, подожди Это не я Не знаю Не смотрел Мне там кто думал Леша А кто тогда? Канада Будете смеяться, но улетает голландец Ну, я его оставить не могу У нас с ним союз Не у меня с ним союз Так что, Крит, только ты Тогда на ход задержусь Последняя ядерка Попробую пробить Роботы, боже мой Скифс, были роботы Короче, мне надо сосредоточиться на улетании Но там голландец закончил проект Причем не сломал сморт, не голландец Он не мог это сделать Потому что у нас Союз Я не успел здесь обработать К сожалению Еще города отпадать По реальности сейчас будут Леша, а кто тебя космопорт разграбил? Вот интересный вопрос Не знаю Но это не голландец Потому что у нас с ним союз Не я Потому что кто-то успел Раньше меня это сделать Вот Я думаю, канадец Канадец тут мне все гадил Давным-давно Нету ни одного Чтена Не угадали Шо, Конго ты разграбил? Ты был тогда в лидерах, да? Ну нельзя, я считаю, что на голландца должен крики дать ядер Я вообще ничего не делал Чисто сидел и летал Ну, если бы у меня был хоть один уран Хоть хотя бы где-нибудь То я бы с удовольствием покидался Я бы с удовольствием покидался Я бы с удовольствием покидался Ну ты мог попросить, например Да, и вызвать огонь на себя Я сидел и тихо ждал Ну вот видишь Ну ты проигрываешь Как и все мы Я-то останавливал канадца Канадец останавливал меня Да так нафига мало всем спасибо за игру тогда спасибо не кинул ядерку все-таки и ну не прошла единственную там столько у наверно уже поставил этих но там 7 зрк вокруг столицы ладно всем удачи спасибо за игру спасибо за субтитры Продолжение следует... 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 да я построил королевское общество но мне туда кинул я дырку канадец поэтому поэтому она не работает но у меня тоже ничего не работает у меня 70 световых лет заход 10 из 25 уже да тут ну сколько тут два хода осталось судя по всему у меня долго меня еще 10 ходов нет ну просто у меня с голландцем всю игру был союз почему я должен реально вот с ним воевать я например остановил главного лидера который реально 1 бы улетел то есть я должен тут вообще со всеми повоевать потому что тоже ты ты это в твоих интересах ты выигрываешь игру у меня нету возможности это сделать нет и у тебя была возможность ты поставить на самом краю я этот шахту и кинуть одну ядерку в гагу это не факт сколько сколько дальностью ядерки я даже не знаю честно говоря 13 по моему на самом деле на самом деле тебя первых надо было скифа забирать забирать эти города скифа просто кто которых по полу не защищены и уже оттуда кидать ну правильно когда он когда он ливну те было достаточно забирать скифа и нападать на голландца ну ты правильно ты ты решил правильно ты решил что ты сейчас отсидишься когда там все воюют и улетишь ну да я решил что на это шансы больше чем на то что я смогу победить в войне голландца ну типа ты же видишь что тебя чел с тобой конкурирует за этот и просто подготовиться немножко мог бы потому что если что стопануть надо человечка у меня во всех городах кроме одного есть космопорт ну чё ну вот ну и ты проиграл ему видишь хорошо проиграл эта игра кто-то выигрывает кто-то проигрывает подожди меня остановил канадец у меня сейчас вообще только был один космопорт рабочий который еще кто-то сломал то есть мы с канадцем друг в друга покидали я лишь побеждал бы канадец вот если мы ничего не делали ничего не делали побежал бы просто канадец мне даже обидно не за себя чтобы типа я не выиграл а вот канадец сидит такой думает блин а почему вот в меня меня закидали ядерками а голландец отсиделся и улетел такой ему никто ничего не сделал почему он с конга воевал он выиграл войну с конга да как если выиграл войну с конга конга уничтожил скиф практически конга там уже просто в последнее что-то кидал и все это просто забирание такое один город сломал конга только остальные вон там китай скиф получил в лицо 4 ядерки я знаю что сделал я за эту игру я ничего не сделал я ни одно один город не захватил ни один город не уничтожил ни один город не атаковал понимаешь то есть по-хорошему вот смотри да то есть вот ты сейчас сидел в улёт играл и голландец в улёт играл то есть вот между вами двоими получилось что лучше это сделал голландец у нас тут 8 типа играла и мы-то надеялись что вы что-то другое сделаете ну это как такое пассивная пассивная такая штука получилась я понимаю что все так мне тоже было на персе неприятно ядерки в лицо получать я там активничал ядерки в ответ кидал и что а в этой катке решил попробовать так и что так что у нас там блин к сожалению не дошло до конца мы не знаем и что все там мог победить с чего-то почему так смотри там было там было так дальше было что скорее всего все бы в меня кидали ядерки а я бы еще кидал в голландца вот так а ты в это время а все а все бы тебя считали что ты уже типа не игрок там ядерок не осталось ни у кого почему это не осталось все в меня скинуло так новые построили новые построили ну да так уже никто не улетал в той игре поэтому надо было кидать ядерки захватывать города понимаешь я мог только свои города захватывать ну это все следующий ход победа 17 световых 9 лет захват нельзя в подобной игре сидеть пассивно ни хрена не делать вот так считаю ну то есть ну а вот с какого хрена мне вообще было на голландца нападать то есть это мой единственный союзник такой с которой у меня офигительные караваны космопорта в итоге так и не пострадал не знаю я конечно мог не нападать на канаде но я уверен что больше никто бы не мог его остановить просто вот никто бы не мог канадца восстановить и все потому что у меня там стояли я сейчас кое-что понял я в принципе могу так-то в себя кинуть ядерку и зацепить тебе космопор ну зацепишь но у него там все равно улет уже идет и что-то поздновато понял хотя нет подожди тут из должного союз я не могу даже в своих себя кинуть чтоб нельзя а че так неинтересно как-то ну честно я думал у меня заверут где-то в середине я думал у меня скиф будет забирать но он мне с самого начала игры предложил культурный союз когда они открылись и с самого начала скиф долбился в проход в одну клетку ко мне не знаю сколько ходов а я то зачем если бы то это я бы пытался воевать но это фуфа да это фуфа видишь тебе в некотором смысле повезло то есть ты мой единственный союзник с кем мне вообще зачем ты на канди скинул это единственный принцип куда я могу скинуть как со всеми союзами на канадце еще можно было но я не сказал ну ладно тогда я может тогда ядерку вкрикину давай давай все равно сейчас мультик будет точнее термо термоядерку давай быстрее одиннадцать десять и и да я кстати не знаю даже где находится территориально я его не увидел скотик не запускал мне лень была а ты кто ты китай ну я вот слева на трансляцию зайди ко мне на трансляцию зайди на трансляцию зайди если хочешь ты там все видно как я и говорил где-то в середине игры что даже если голландец будет улетать по космосу я не хочу с ним воевать потому что это ну это спор типа кто лучше улетит так получилось что я единственный кто мог с воевать с канадой кто его мог останавливать кри вот отсиделся ну я просто считаю что в данном случае в победе в победе голландца скорее виноват в кавычках кри потому что он просто ничего никому не делал он повоевал со скифом подбивался от него что не особо много я так понимаю требовало чего-либо так давайте глянем веры это у кого такая была вау у канадца с лицу к веры было наука ну тут я вместе с канадой ну тут достаточно было видите тут не так много и надо так как мы эту науку в первую очередь для того чтобы термоядерки выйти использовали золото вы видите даже тут везде вообще голландец нигде не лидер он просто сидел отсиделся всю игру и в конце победил потому что не потерял ничего я не очень представляю что я мог сделать лучше то есть не воевать с канадой так канада бы улетела вообще не представляю так что это скорее скорее я зависел от других игроков чтобы кто-то что-то там воевал с голландией но вот так получилось дед бородет расстроился раньше раньше вышел хотя он за скифа тоже мог бы голландию останавливать и у него были шансы но как то получилось мало получается что он вышел и без соседа осталась голландия он мог договориться с тем же конга ну они покидают вот как мы с канадцами договорились мы покидали друг друга ядерки остановились у нас были какие-то шансы но мне кажется у меня больше было шансов канадц там просто восстанавливался уже я кстати кстати кто-то мне сломал космопорт который мне трех ходов стоил в итоге я думаю что это по-моему конга конга по-моему говорил что сломал это мне тоже стоило трех ходов и я вполне мог немножко раньше выйти при том что у меня сидел мой шпион контрразведку делал ну в общем такая игра получилась по-моему прикольно мне очень понравилось за норвегию играть но у меня хорошая территория была для этого и морская и тавкирки я смог свои построить очень неплохо была норвегия очень такая в этом случае приятная цивилизация на этом все играйте в умные игры всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео до новых встреч удачи до новых встреч первая и дои до новых встреч по е Продолжение следует...